Припорошенная пылью забвения старая. А для кого-то, может быть, это новый будет материал. Я не уверен. В любом случае, это дополненный материал по композитам Багуврии. Я вам разослал пару часов назад. Я попробовал все, что есть, свести в разные группы, то есть не просто дать какой-то список без какой-либо системы, который дан был. И вот если, наверное, помимо всего прочего, Мацис Юрьевич высылал список всех композитов, и там, помимо всего прочего, много-много Багуврии, но без какой-либо системы вообще. Я попытался из этого. Я еще не стопроцентно удовлетворен этой системой или попытками придать этому какую-то имеющую смысл форму. Ну вот, так сказать, на суд своей аудитории и для собственного критического рассмотрения давайте вспомним. Багуврии. Ну, во-первых, Багуврии. Мы все понимаем, что такое Багуврии. Это один из классов санскритских композитов. И вот я, если обычно спрашиваю, ну что это за композит? Мы должны вспомнить, ну сколько же типов композитов. Типов композитов всего четыре. Четыре основных, скажем так, класса. Может быть, не типа класса. Класса. И вот Татпуруша, Двандва, Татпуруша, Багуврии и Авьяи Бхава. И в грамматиках, в европейских грамматиках, не знаю, как это у Кочергиной в учебнике, но, по-моему, там тоже отдельно вынесена Кармадхарая. Но Кармадхарая, в общем-то, по, согласно индийской традиции, это по типу класса Татпуруша. Так, ну мы здесь сосредоточимся только на Багуврии. И на разных возможностях их классифицировать. Как минимум, вот три типа классификаций. Там будет немножечко пересечения одной классификации с другой. Ну, об этом вот немножечко погодя. Первая классификация, она очень важная, очень фундаментальная. Она так называемая Самана Адхикара на Багуврии и Ядхикара на Багуврии. Самана Адхикара на Багуврии, что это такое? Самана Адхикара на Багуврия или Самана Адхикара на это аппозиционные. Аппозиция, то есть не аппозиция, которая с лозунгами, а аппозиция, то есть вот рядом поставленные напротив друг другу слова, члены композита. То есть согласованные по падежу эти Багуврии и согласованные по падежу члены Багуврии. В данном случае будем говорить о двух. Принципиально, сколько бы ни было отдельных частей, помните, наш образ, может быть, для запоминания с нарезаемым тортиком, но в любом случае эти все части должны снова склеиться мысленно в два больших куска, две больших группы. И вот эти вот две части, два элемента, они должны быть согласованы по падежу. То есть, по сути дела, внутри Багуврии это будет кармадгаре. Одно есть другое, элемент А есть элемент А, а именно В. Элемент А есть элемент В. Вот, и как их можно разделить или классифицировать далее, да, какие дать подгруппы. Римская 1.1. Простые оппозиционные Багуврии. В основе данного типа лежит, как уже сказано, кармадгаре. Оба члена находятся в грамматической оппозиции друг к другу, то есть они пребывают в одном падеже при анализе. При анализе я так взял на себя смелость, ну, в кавычках, конечно, закавычить и перевел расчленение в играха, да, разъятие, да, словно, да, и при привязывании этого композита к внешнему слову, это которое аннепадам, да, аннепадатапрадхана, помните, да, это, если я не ошибаюсь сейчас, это впервые классификация вот такая по тому, какое слово первое, второе или внешнее слово, это в Патанджале Магапаши, да, ну, да, первый и второй век до нашей эры примерно. Так вот, это аннепадартапрадхана. Главным является не само слово внутри композита, а вот некое аннет, то есть внешнее слово, поэтому они называются еще possessive, possessive compounds, да, или в любом случае бахуфрии, они вот не, их невозможно целиком понять, только исходя из них самих, надо всегда иметь в виду, что они относятся как либо синтаксически, либо определение, либо предикативы, да, как вы уже знаете, да, чем определение отличается от предикативы, ну, а морфологически как своего рода, да, как прилагательные, да, которые могут лексикализоваться, конечно, и рассматриваться просто как имя существительное, ну, вот, строго говоря, это имя прилагательное, и вот эта вот связка, да, которая привязывает к внешнему слову, вот эта связка яд, она может находиться в одном из шести падежей, в любом, да, не только ясся, да, не только ясся сах или ясся тад, это вот очень долго вот это висит, это такое вот не очень правильное, неполное понимание, да, а в любом из падежей. Это то, что вот в большом этом списке они называются двития артха, трития артха и так далее. Я здесь это взял для легкости ориентирования, ну, и по примерчику, да, праптам удакам ям асау прапту удаку грамага, деревня, да, до которой дошла вода, да, до которой, акузатив, да, который или к которой подошла вода, да, можно так сказать. Прошу обратить ваше внимание, вот еще раз, да, давайте вместе уже, ну, чем дальше, тем больше, будем пытаться анализировать Багувриги, ну, насколько, вот если простые какие-то случаи, да, не очень сложные, потому что бывают такие неочевидные случаи, ну, вот простые случаи, более, скажем так, простые наглядные случаи, пытаться анализировать, как бы, вот, беря за основу стратегию традиционного толкователя санскритских текстов, традиционного комментатора. И всегда, если мы переводим обычно с права, да, вот у нас есть праптоудакаха, грамага, ну, мы видим, что это грамага, мы поняли, что это Багувриги, и праптоудакаха, да, и начать следует так, как написано, да, вот, праптам удакам, а не ейшам, и не яси, и не ейна, да, никогда с этого ейна не следует начинать. Вот комментатор, он берет просто кусок слова, он слева его берет, делит, да, праптам удакам, ну, и дальше надо, конечно, ну, либо знать, либо вот сообразить, либо попробовать разные варианты, да, праптудакаха, да, ям, и вот мы при переводе мы говорим, это та деревня, к которой, та, к которой, деревня, к которой, та, к которой, та деревня, к которой, ям, удакам, вода подошла. Видите, мы переводим ровно вот с противоположной стороны, мы переводим справа налево, а комментатор делает сама савиграха слева направо. И здесь, конечно, это требует вот некоторой перестройки, я бы сказал, такой фундаментальной перестройки мышления, но в этом начало вот уже думания на санскрите. Учитесь понемножечку, а ну, кроме и нащенейщина, и медленно так вот постепенно думать на санскрите, да, это не раз думание взяло, и оно появилось из ниоткуда. Вот, в частности, для думания на санскрите очень полезно вот это производить, это виграха, да, анализ расчленения, да, оно звучит, может быть, немножко слишком брутально по-русски, может быть, у нас разъединение как-то так, а то уж очень патологоанатомически звучит. Да, значит, третий артхага, да, там, где это тот тип, где вот этот вот соединение, союз-связка я его назвал, союз-связка яд, да, основа яд, ну, оно идет третий я, да, в третьем падеже в инструментарисе. Урхага, ратхага, еина, асау, урхага, ратхага, анадван, анадван, да, анадван, это бык, бык или вообще, или бык или вол, и вы анадван слова не найдете. Анадван вы найдете, анадвах или анадух, анадух вы найдете в словарях, да, основа анадух, он вот так вот интересно у него, он так вот изменяется, то есть анадван это реализуется, да, основа анадух, в именительном падеже, единственном числе, вот она, два, да, и он, его эпитет урха-ратха, да, и вот комментатор, что он делает, он говорит урха-ратха-ейна асау урха-ратха-анадва, то есть бык, вон тот бык, асау, да, адас, асау, да, вон тот ейна, которым, с помощью которого, радха, то есть телега или повозка, была урха, была тащима, дословно, я так вот записал, попробовал такой дословный сделать вперед, бык, которым бывает тащима повозка, или совсем-совсем дословно, наверное, смешно немножко звучит, повозка тащим, повозка, повозку тащащий бык, то есть бык, тянущий повозку, бык, который тянет повозку. Некоторые можно имитировать вот и попробовать перевести так дословно, но с некоторыми это очень тяжело. Например, следующее это чатуртха. Чатуртха артха. Имеющие значение чатуртхи. О, там чатуртхи. Там чатуртхи артха. Прошу прощения. Чатуртхи. Вылетел в блайт. Потерялся. Прошу исправить хотя бы письменно. Упахатага пашугу ясмай са упахатапашугу руддрга. Это руддра, который вот он зовется Упахатапашугу. Это не тот, которым были, который убил ну, какую-то скотинку пашу. А это Упахатага пашугу ясмай са упахатапашугу руддра. Это руддра тот, для которого ясмай. для которого, ради которого Пашу, ну, некая скотинка, там, допустим, бык тоже, корова, был убит, упахата. То есть, ну, рутра, которую мы принесли в жертву, этого самого Пашу, домашнее животное. Панчамяртах, вот, значит, со значением аблатива, удрытага, уданага, ясьяага, са, удрытауданага, стхали, да, это кастрюля, стхали, ну, какой-нибудь горшок, да, и так, и так можно понимать, и она называется удрытауданага, то есть, та, из которой уданага, удрытага, да, удрытага. И обратите внимание еще раз, да, на анализ, да, на пути анализа, не я или ясьяага, мы начинаем прямо вот слева направо, на санскайте, удрытага, уданага, ясьяага, да, са, удрытауданага, тхоктага можно добавить, стхали, да. Дословно, каша, вычерпываемая кастрюля, кастрюля, из которой бывает вычерпываема или забираема каша, кастрюля, из которой черпают или берут кашу. Ну, и дальше вот такой очень частый тип, да, шаштиартага, да, со значением генитива, слово-связка, да, оно в генитиве, при анализе поставляется. Питам амбарам ясьяса, пита амбараха, харихи. Это харин, пришно, это пришно, имеющий эпидет пита амбара, желтоудежный, да, тот у которого, одежда которого желтая. Питам амбарам ясьяса, пита амбараха, харихи. Дальше, да, со значением саптами, локатива, значит, деревня, которая грамага, которая вира пурушага, грамага, да, то есть вира га пурушага ясмин, са вира пурушага грамага, деревня, в которой ясмин, ну, здесь надо как-то в скобочках, в мысленных скобках добавить, живут вира ага пурушага, герои, а именно мужчины, или мужчины-герои, да, мужегероическое дерево, совсем если дословно это, попытаться сымитировать, это бахуврии. Хорошо, вот у нас вот эти вот все, все здесь шесть, так сказать, косвенных падежей. Дальше, к этому же, к этой же группе простые, сейчас, самана декарна бахуврии, дальше идет подгруппа, как нань, нань бахуврии, да, вы помните, есть нань татпуруша, нань – это просто техническое, такое метатехническое обозначение франскритской грамматики, вот этого вот, это так называемое, филологи-классики говорят, альфа-привативум, да, это вот отрицательное, а или ан, да, это называется нань, грамматически. Ну, и это похоже, в общем-то, на эти самые нань татпуруши, и формула анализа дается с дополнительным словом, да, поэтому они эти асвападавигра, да, это данная бахуврии, вот, допустим, абхарьяга дэйвадаттага, некий дэйвадаттага, который имеет эпитет абхарьяга, то есть это тот абхарьяга дэйвадаттага, да, это дэйвадаттага, да, ну, неженатый, безжённый, дословно, да, дэйвадатта тот, у которого, которого жена абхарьяга дэйвадаттага отсутствует, Присутствует, не присутствует, да, словно, да, тот, у которого нет жены, неженатый девыдатта. Так, и еще один пример. Авиддяманага путра яся, ясяга са, апутра врыдга, допустим, да, врыдга некая, ну, старая женщина, старуха, которая зовется апутра, ну, или о которой говорят, что она апутра, это та, которая авиддяманага, авиддяманага путра ясяга, да, та, у которой ясяга са, да, путрага, сын авиддяманага, отсутствует, да, не, дословно, вот, его нет, не присутствует. Да, авиддяманага, прошу обратить внимание, да, сразу же должно включиться, должен включиться наш внутренний компьютер имени Панени, ну, или хотя бы там имени Кочергиной, понятно, что такое авиддямана, вот, причастие, да, атманы, среднего залога, атманы, пады, вот, корня, вид. Находить или находиться, да, не путать с другим корнем вид, который означает вейда, от которого произведено знание. Дальше, третья подгруппа этого класса, праади, бахуврии, да, те, которые, бахуврии, которые начинаются вот с предлогами из группы пра, праади, это значит пра и так далее, на те, которые начинаются первым элементом, из которых пра, между прочим, самого слова пради, вообще любые слова, которые начинаются, заканчиваются, да, простите, на ади, или адая, или адина и так далее, очень важно это в санските понимать, они все, в принципе, являются бахуврии, да, или итиады, да, что значит итиады, да, это нечто или некто, или какая-то группа слов, или некая группа, да, даже шлог, которые, значит, первыми элементами, начальными элементами, из которых являются вот те-то и те-то, ну, мы для простоты мы переводим вот то-то и то-то и так далее, да, технический праади бахуврии, ну, например, да, здесь тоже добавляется слово, допустим, брыкшага, дерево, которое прапатита парнага, да, прапатита парнага брыкшага, мы делаем анализ, ну, или, скажем так, в традиционном стиле следующий анализ, прапатитани парнани ясяца прапатита парнага брыкшага, дерево, у которого парнани, листья прапатита, облетели, свалились, облетели, безлиственное дерево, прапатита парнага брыкшага, ну, можно вот перевести довольно точно безлиственное дерево, да, допустим, пурах пхалага тару, да, пурах пхалага тару, это комментаторы, это довольно иногда непросто догадаться, да, это надо, на самом деле, просто читать как можно больше комментариев, ну, я надеюсь, что у вас это впереди, у нас, может быть, с вами, да, это, как комментаторы комментируют, пурога тани пратиасан нани, пхалага яся сатару, то есть то дерево сатару яся, у которого, которого пхалага, плоды которого, пурога тани, ну, находятся, да, словно, впереди, но имеется в виду впереди по времени, то есть пратиасан нани, которые вот-вот-вот они очень близко, то есть близком будущем, дерево, на котором плоды вот-вот поспеют, это означает, но я бы вообще, да, вот это вот пратиасан нани, пурах, пардон, пурах пхалага тару, вообще бы отнес, не знаю, к диаматическим выражениям, так вот, не очень просто догадаться, но вот надо, надо комментарии начитывать, да, так, следующая группа, саха-бхагу-вриги, да, или саха-пурва-падах-бхагу-вриги, примеры, саха-кришнейна-вартата-ити-вартате-ити-са-кришнага, некий человек, который зовется-са-кришнага, это тот, который саха-кришнейна вместе с Кришной-вартате-прибывает, саха-пу-трейна-ити-са-путрага, тот, который пребывает, живет вместе с сыном, так, ра-мейна-саха-вартате-ити-са-рамага, тот, который пребывает вместе с Рамой, ну, допустим, допустим, Лакшманага, и вот Лакшману можно его братом назвать, это сара-мага-лакшманага, или сара-мага-си-та, было бы, ра-мейна-саха-вартате-са-а. Так, вторая группа, вот мы закончили вот из этой вот первой классификации, самана-адхикара на Багуврии, да, их, наверное, 95% где-то, поэтому, если вы подозреваете, что композит Багуврии, всегда проверяйте его на предмет того, что вот внутри композита, внутри этого Багуврии должна быть, по сути дела, кармадхара, да, он где-то должен развалиться на две части, которые вот стоят в грамматической оппозиции друг к другу, да, а не быть соединенным между собой каким-либо косвенным падежом, как татпуруша, за исключением вот этих вот случаев в ядвикара на Багуврии, которые не так часто встречаются, несогласованные по падежу, оба члена композита получают разные падежные окончания при анализе вигахи. Этими падежами могут быть только генетиф или лакотипы, да, вот ничего другого быть не может.